Большая футбольная площадка на улице Разина в центре Лао совсем скоро превратится в строительную. Здесь начнут возводить целый дворец спорта. Начало работ с нетерпением ждут сотни ребят, жителей поселка Лао. Спортсменов, как оказалось, здесь немало, так же, как и чемпионов. В копилке Карена Антоняна, например, уже 10 медалей со всероссийских соревнований по самбо. Я сейчас занимаюсь в Дагомысе на пасеке. Иногда я езжу с Лао, в Дагомыс на автобусе с папой, на такси иногда. Когда построят здесь комплекс, я буду пешком ходить сюда, заниматься с ребятами. Анатолию Пахомову показывают проект нового спорткомплекса. Он будет состоять из нескольких корпусов. Площадки для занятий баскетболом, волейболом, открытый бассейн, тренажерный зал, помещение для аэробики. Площадь 22 тысячи квадратных метров. А еще здесь появится футбольное поле международного класса с трибунами, вмещающими более тысячи зрителей. Планируется, что поле станет тренировочным для команд высшей лиги в период подготовки к чемпионату мира 2018. А пока проект Дворца спорта проходит госэкспертизу. Он очень сложный, масштабный комплекс. Здесь очень тяжелые грунты, поскольку это находятся русские лиги. Но предусмотрены проектом абсолютно все меры для того, чтобы здание стояло на века. Это примерно такой же метод применяли здесь, как олимпийские объекты. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, отметил Анатолий Пахомов, позволит значительно улучшить спортивную инфраструктуру не только Лазаревского района, всего Сочи. Комплекс ЛАО станет вторым по счету в Лазаревском. Первый открыли месяц назад на улице Колораж. От желающих заниматься спортом там уже нет отбоя. Сегодня в городе Сочи 23 тысячи мест в спортивных, муниципальных, краевых и федеральных школах спорта. Мы остаемся городом спортивным и нам очень важно, чтобы не только в центре города, не только в Лазаревском были спортивные школы и спортивные комплексы, но и приближенные к месту проживания наших сочинцев, наших горожан. Анатолий Пахомов вместе с подрядчиками и активом района в фундамент будущего дворца спорта заложил капсулу с посланием потомкам. Обращаясь из Олимпийского 2014-го, глава Сочи пожелал будущим поколениям заниматься спортом и вести активный образ жизни. И в этом им помогут спорткомплексы, подобные тому, что уже к концу 2017-го построят в поселке Лао. Ольга Десятого, Ярослав Пархаев, телекомпания ФКТ